ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ Я надеюсь, наша команда покажет характер, пока мы проигрываем, но надеюсь, мы победим со счетом 2-1 как минимум. Зрители на трибунах разделились на два лагеря. Кто-то говорил, что победить буревестнику не удастся. Другие верили в победу команды вместе с самими игроками. За буревестник. Как вы считаете, у них есть шанс победить? Нет. А почему? А? Синенькие лучше играют. Ну, в чем лучше? Я думаю, что они физически были лучше подготовлены. За буревестник. Как вы думаете, у них есть шанс выиграть сегодня? Конечно, есть. А что им надо сделать, чтобы выиграть? Я думаю, нужно идти в атаку и бить повороты. Несмотря на старания и веру, победить команде буревестник не удалось. Они уступили победу «Динамо ВЧ» со счетом 1-5. Дария Турсунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Сразу несколько соревнований по лыжероллерам пройдут в ближайшее время в Сарове. Я говорю об открытом первенстве города по этому виду спорта и первенстве России среди юниоров. Накануне соревнований мы встретились с директором «Сдюшор Атом» Татьяной Бавилкиной и узнали ли у нее все подробности. Лыжероллерная трасса, расположенная на территории лыжной базы, имеет протяженность 2,5 километра с тремя подъемами и тремя спусками. Спортсмены могут развивать на ней скорость до 60 километров в час. Именно здесь 25 июля стартует юношеское первенство России по лыжероллерному спорту. Начнутся соревнования, как и многие, турниры подобного рода с пролога. Если открытое первенство города на приз администрации мы проводим на лыжероллерах марки «Старт», то первенство России будет на скоростных лыжероллерах, то есть это, соответственно, выше скорость. Почему, по сути дела, мы не задействуем лыжероллерную трассу, потому что это травма опасна. Поэтому следующие три дня соревнований 26, 28 и 29 июля переместятся на улицу строителя Захарова. Спортсмены будут бороться за победу в нескольких дисциплинах – спринт, гонка-преследование и эстафета. На всероссийские соревнования приедут делегации из Липецкой, Белгородской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны. Всего 200 участников. Не каждый год в городе проводятся соревнования столь высокого уровня, поэтому, я считаю, посмотреть, отвлечься людям от своих каких-то бытовых проблем, в данном случае даже сейчас и от футбола, потому что закончился чемпионат мира, ну, немножко переключиться и вообще посмотреть на спортсменов, на те скорости, которые показывают ребята. Стартовать спортсмены будут от спортивного комплекса «Юниор». Трасса соревнований пройдет через Новый мост до пересечения с улицы Держинского. Всероссийские соревнования повлияют на движение транспорта. 26, 28 и 29 июля с 9 утра до 2 часов дня будет закрыта проезжая часть в районе улицы Строителя Захарова от пересечения с проспекта Музруково до выезда с Нового кольца. Любителей посидеть на берегу с удочкой у нас в городе полно. Некоторые идут дальше в своем увлечении рыбалкой, вступают в Федерацию и на берегу находятся уже как спортсмены. Созвязаясь, кто больше поймает рыбы по определенным правилам. В прошлое воскресенье, например, ловили на Федер. Что это такое и как обстоят дела с рыбалкой в нашем городе в следующем сюжете. Профессиональные спортсмены в сфере Федерной рыбалки за минуту способны выловить до 10 рыб. Борис Ушиваева до такого результата еще далеко. К этому виду ловли он пришел уже после того, как набил руку на поплавочные удочки и спиннинги. Как утверждает Борис, Федерная рыбалка дешевле любой другой, да и удобнее просто. Не надо смотреть на поплавок, который находится в 10-12 метрах от тебя. Вся поклевка отслеживается по кончику удилища, которое достаточно близко. Ну и поклевки намного зрелищнее. Пока мы разговаривали, Борис успел вытащить из воды трех рыб. Все они отправились в садок. В этом виде спорта победа может зависеть от каждого грамма пойманной рыбы. До взвешивания спортсмены не отпускают даже самую мелкую добычу. Льет, зараза, противно. Потому что что-то ей не нравится, подходит, отходит. Может хищник подойти и прогнать. Может другая рыба, которая над уклейкой доминирует, может подойти и также ее разогнать. А сама просто не будет клевать. Правилами рыболовных соревнований обозначается вид наживки, снасть, время ловли и даже возможность покидать рыбаком свое место на берегу. В городе любителей фидера огромное количество, но заявляют на состязание единицы. Я думаю, что основная причина в том, что люди боятся вот этого соревновательного процесса. Им кажется, что здесь очень много профессиональных рыболов, которых невозможно обловить. Это не так. В спортивной рыбалке, как и в любом другом виде спорта, непременно присутствует спортивная удача. Место, где располагаются спортсмены, выбирается с помощью жребья. А в удачном месте, по мнению Юлии, даже неопытный рыбак может побороться за первое место. Борису Шиваеву повезло. Место на берегу ему досталось рыбное. И как результат, 820 граммов улова и крепкое второе место в общем зачете. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Завершился первый пляжный турнир по волейболу. Заявки подали 9 команд. Первое место заняли пара Константин Юдин и Игорь Кудряшов. Второе место Максим Левкин, Алексей Губанов. И третье место Мечеров Марат и Регина Дичина. Пришло время для последнего выпуска нашей рубрики FIFA 2018. Ее постоянный ведущий Павел Шпилько подводит итоги Мундиали. Погнали! 15 июля официально завершился чемпионат мира по футболу. И пришла пора подводить итоги. В финальном матче сборная Франции одолела сборную Хорватии и завоевала второй Кубок мира в своей истории. На пути к финалу сборная Франция показала по-настоящему чемпионскую игру. Ни Аргентина, ни Уругвай, ни Бельгия не смогли ничего противопоставить команде Дидиа Дешама. Все соперники были повержены в 90 минут. Чего не скажешь о сборной Хорватии, для которой каждый матч на вылет был настоящим испытанием. К тому же они находились во второй части сетки и имели на один день отдыха меньше. Но несмотря на усталость, сборная Хорватии с самого начала взяла инициативу в свои ноги. Однако первый контровыбот французов сначала привел к Стандарту, а затем и к автоголу Марио Манджукича. Автогол со Стандарта – это классика чемпионата мира в России. Но ответ хорватов не заставил себя долго ждать. Перешич отличным ударом сравнял счет, но через некоторое время сыграл рукой в собственный штрафной. Арбитр поставил на точку и французы опять вышли вперед. Во втором тайме у хорватов просто-напросто закончились силы. Контратаки французов участились и Пагба и Мбапе увеличили счет до недосягаемого. К слову, автору четвертого забитого мяча ворота хорватов Келиану Мбапе только 19 лет. Только Пеле забивал в более раннем возрасте в финале чемпионата мира. Отрыв три мяча уже казался недостижимым, поэтому французский вратарь Уголь Горист решил вернуть интригу в матч. Объяснить Марио Манджукича не получилось, и хорваты на шаг приблизились к чуду. Но, увы, на большие сил уже не хватило. 4-2. Финал завершился, и чемпионат мира в России вместе с ним. За период Мундиали была сыграна только одна нулевая ничья между Францией и Данией. Кроме того, мы увидели третий по результативности чемпионат мира в истории, а также один из самых зрелищных финалов. Больше в решающей стадии забили только в 1958 году. Лучшим бомбардиром турнира стал англичанин Харри Кейн с шестью голами в активе. Пять из них он забил ворота Туниса и Панамы. Три с пенальти, два с углового. Лучшим вратарем турнира был признан Тибо Куртуа из Бельгии. Его французский визави уступил ему это место своей ошибкой в финале. Ну а лучший игрок чемпионата мира – это, безусловно, волшебный Лука Модрич, дошедший со своей Хорватии до финала чемпионата мира. Хорват определенно заслужил звание футболиста года, но согласятся ли с этим Месси и Роналду – это большой вопрос. На домашнем Мундиале сборная России показала свое лучшее выступление за всю историю. Будем надеяться, что этот успех даст толчок развитию футбола в нашей стране и изменит отношение к нему как со стороны болельщиков, так и со стороны футболистов. Благо у команды есть тренер, который способен ею управлять и перестраивать под соперника. В роли тренера пожарного Станислав Черчесов себя уже проявил, но справится ли он с ролью строителя? На этот вопрос нам ответит грядущий отбор на Евро 2020 и новая Лига наций. И на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами, желаю хорошего отдыха и до встречи на поле. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!